Не скучаешь по Италии? Как ты существуешь в России, в Краснодаре? В Сочи, в 5 часов утра, потом сел в поезд, и ты знаешь, какие поезда есть в России. То есть ты приехал из Италии, в Макаронные республики, в Краснодар, и тебя встречали макаронами? Смотрите на меня, говорит английский, у вас прекрасный русский язык. Где вы выучили? Ну как, ты доволен тем, что ты рискнул? Привет, Франческо! Привет, Марина! И мы записываем новый сезон подкаста обо всем по-русски, и новый сезон у нас будет еще интереснее. Правда, Франческо? Да, да, я дождался до этого момента, до того, чтобы продолжить этот подкаст с тобой. Прошел уже почти год, можно сказать. Да, мне кажется, уже почти год. И как изменилась твоя жизнь? Где ты сейчас? Я по-прежнему в Москве, а ты? А я в Краснодаре. Я вернулся, можно сказать, это мой второй дом. Я так воспринимаю Краснодар, так воспринимаю Россию. Это мой второй дом, мой второй народ. Поэтому я вернулся в Краснодар. Уже 6 месяцев я не действовал в Италию. Поэтому я постоянно сейчас нахожусь в России, жду лучшие времена для того, чтобы вернуться в Италию. Думаю, что только лету я вернусь. Не скучаешь по Италии? В России холодно, а в Италии тепло. Нет? Ну, есть вещи, конечно, к которым я скучаю. Еда, например, тоже как иногда зовет. Но, честно говоря, я думаю о том, что нового, что нового я могу сотворить в России, что нового я могу создать. Если я приехал сюда, есть и причина. И то, что я начинаю, я всегда заканчиваю. Поэтому все равно я хочу тут остаться. Ну, я думаю, мы создали интригу даже для наших слушателей. И теперь им будет интереснее слушать наш подкаст, потому что в этом сезоне мы будем рассказывать о том, как ты существуешь в России, в Краснодаре. Как тебе живется в России. И давай первый эпизод будем говорить о твоем переезде. Затронем документы, какие были проблемы, какие сложности. А может быть, все было легко и просто. Давай, делись секретом переезда. В моем случае, скажем так же, что мне фартанули с другой стороны. Почему? Потому что я работаю, ты знаешь, да, пока что работаю в консульстве. Поэтому насчет документов было очень достаточно легко. Я хочу сказать, что вообще это было очень легко, но проще, чем другие иностранцы, которые хотят покинуть Италию или которые хотят съездить в Россию. Там не было проще, с другой стороны. Работа мне очень помогла. Насчет, ну как, поездки, это не была самая простая вещь, потому что ты знаешь, что на юге России на данный момент все аэропорты закрыты. Через Москву, из Италии, как раньше делал, я не смог прилететь в Москву. Поэтому мне пришлось из Рима поехать, ну полететь в Сербию в этот раз, не в Истамбуле, как последний раз, да. В Сербию там я подождал, можно сказать, даже полтора часа. И потом я прилетел в Сочи. В Сочи 5 часов утра, потом сел в поезд, и ты знаешь, какие поезда есть в России. И потом спустя 8 часов, очень уставшим, потому что сутки на ноги, я добрался наконец-то до Краснодара. Когда я вышел из поезда, это был, наверное, один из самых лучших моментов в своей жизни. Как тебя встретил Краснодар? Какой погодой? Какие люди тебя встречали с хлебом с солью? К сожалению, не с макаронами, но... То есть ты приехал из Италии, макаронной республики, в Краснодар, и тебя встречали макаронами? С пирогами меня встретили, поэтому это тоже хороший вариант. Погода клевая, то есть мне очень понравилось, потому что я 10 сентября все-таки я приехал, поэтому было достаточно жарко. Не так жарко, как в Италии, поэтому это, с другой стороны, конечно, обрадовало меня. И люди меня встретили очень хорошо, особенно близкие, то есть друзья, пока у меня мало друзей, ну, девушка меня, конечно, встретила, родственники, поэтому родственники мои девушки, поэтому все были очень рады, все были очень счастливы меня видеть. Так, ну, давай поделись с нашими слушателями, какие документы нужно подготовить, чтобы прилететь в Россию на длительное время? Длительное время значит, ну, виза по работе, да? То есть человек... В твоем случае это виза по работе была? Да, у меня была в начале частная виза, когда я приехал сюда, для того, чтобы побыть тут месяц, чтобы быть с девушкой, потом у меня появились возможности проходить практику в консульстве три месяца, поэтому у меня была деловая виза. После этого меня приняли официально на работу, и поэтому я подготовил визу по работе. После этого, ну, конечно, как нужно разрешение со стороны, ну... Россия? Да, работодателей России, конечно, которые должны подтвердить. И после, и сейчас, например, скажем так, я решил сделать скачок вперед, да, так как я сделал выбор, да, остаться в России, жить в России. Сейчас я уже 27-го, то есть получается через неделю, я подам документы, которые уже готовы, чтобы получить вид на жительство. Вид на жительство, ребята, это, можно сказать, тот шаг, который человек должен предпринять перед получением гражданства. Вначале есть РВП, разрешение на временное проживание, потом гражданство. РВП, вид на жительство, гражданство. Сколько должно про... Давай сразу, кстати, сделаем сноску с того, что мы записываем этот подкаст, этот эпизод в марте месяце. Ты приехал в Россию в каком месяце? Последний раз 10 сентября. В сентябре. И в сентябре ты получил РВП, разрешение на временное проживание, да, то есть вид на жительство через 6 месяцев? В моем случае было немного проще. Потому что рабочая виза? Нет, потому что моя должность, то есть у вас в России работает так, что если такой список должностей, да, если 120 до профессии, если твоя должность попадает, я даже как на память это знаю, так если твоя работа попадает в такой список должностей, ты в прошлом порядке, ты можешь получить, даже не проходя через РВП, пропуская РВП, ты можешь получить вид на жительство. Моя профессия достаточно, ну, это высококвалифицированный человек, и поэтому человек может получить вид на жительство. То есть ты входишь в число привилегированных людей, которые быстрее получают документы. Ну, я считаю себя человеком, который очень много работал, который это заслужил, да, который этого... Конечно. Поэтому сотрудничество мне было... Ну, мне повезло, потому что я нашел U-Day, да, как в этих условиях, но я сам, конечно, все создал, и поэтому я приехал сюда, и мне было гораздо проще, можно сказать, даже не через РВП. Что надо сделать, это, конечно, для того, чтобы не только надо попасть в такой список, надо работать это 6 месяцев платительной налоги, работать это 6 месяцев по этой должности, и спустя это время можно потом подать документы на вид на жительство. А сдавал ли ты экзамен по русскому языку? На РВП нужен экзамен, на вид на жительство тоже нужен экзамен, и даже на гражданство нужен третий экзамен русского языка. Ты уже сдавал сколько раз экзамен по русскому? Даже больше тебе скажу, для того, чтобы получить разрешение на работу, потому что сейчас у меня ИНН, СНИЛС, у меня все есть, благодаря разрешенной работе. Я сдал экзамен по русскому языку. Дословно, две недели назад я сдал успешный экзамен по русскому языку, и даже это был самый лучший экзамен, который я сдал, потому что, в конце концов, у учительницы, которые проводили экзамен, смотрит на меня, говорит, у вас прекрасный русский язык, где вы выучили? Она уже офигела, когда она слышала, как я разговаривал, а потом, когда я ей сказал, что я вообще-то учил 12 языков, просто я ее добил. То есть, она просто как обалдела, сказала, все, я поняла, вот она как она была себе. Я отмечу, наверное, не добил, ты просто покорил ее сразу. Да, да, да. Экзамен сам по себе был хороший, то есть, такой плотный экзамен, да. Были вопросы по поводу законодательства, то есть, по поводу законов, по поводу истории, по поводу грамматики, там два сочнения и устный экзамен. Да. Так, хорошо. Сейчас ты получишь вид на жительство. Как скоро ты сможешь подавать документы на гражданство? Могу подать документы на гражданство спустя 6 месяцев. Я, ну, тут в России гораздо проще, например, в Италии. Мне кажется, даже быстрее, чем в Европе, нет? Да, потому что в Европе даже 10 лет ты должен как работать, прожить, а в России гораздо проще. Сейчас, конечно, так как есть такая ситуация, которая нам все известна, да, я думаю, что я хочу, чтобы такая ситуация успокоилась, из-за того, чтобы потом подать документы на гражданство. Вот, я не спешу. Даже если вид на жительство мне не дает права, ты сам права, которые есть у россиян. Я себе считаю, пока что, когда я получу вид на жительство, сейчас я шучу, да, говорю, что я буду русским второго сорта. Ага. Девушка сказала, ну, слава богу же, что ты второго сорта, а не третьего сорта. Ну, есть к чему стремиться, да, если не устремиться. Ну, как-то в России гораздо проще в этом плане, и не только в этом плане. Многие иностранцы, когда переезжают в Россию, боятся, что они потеряют, потеряют свою прошлую жизнь. Ты что-то потерял, ты почему-то скучаешь, тебе чего-то не хватает, когда ты находишься в Краснодаре. В плане культуры. Кроме семьи, да, я имею в виду все, да, то есть какие-то эмоции, еда, продукты, погода, в общем, все, все, что ты чувствуешь, что тебе не хватает, или примерно жизнь такая же. Знаешь, Марина, человек, приходят моменты, когда человек должен сделать выбор, либо остаться там, где ты был до этого времени, либо что-то изменить, и, говорю, отказаться от того, что у тебя было уже, потому что то, что было у тебя до этого времени, будет всегда оставаться. Будет всегда с тобой. Да, 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 как мои родители, конечно, будут всегда со мной, и, конечно, моя культура, язык, никогда не буду забывать, это понятное дело, хотя сейчас больше на русском, на итальянском разговариваю, хотя провожу уроки, но русский всегда это первый язык сейчас, но это я итальянец, я горжусь этим, я стану итальянцем, даже если получу гражданство, я останусь таким, но я сделал выбор, да, либо остаться там, либо попробовать рискнуть, да, и сделать что-то для того, чтобы иметь новые результаты, потому что, как я всегда говорю, даже своим студентам, я всегда говорю, что если ты хочешь получить что-то, чего никогда у тебя не было, надо быть готов к тому, чтобы сделать что-то, что никогда не делал. Ну как, ты доволен тем, что ты рискнул? Не пожалел? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Так, хорошо, отлично, я думаю, что мы в этом сезоне, я уже говорила, и еще раз повторю, что мы будем много говорить про свой переезд, как это, как то, что ты думал, чего ты ожидал, и что в итоге получилось, ожидание и реальность. Но скажи, пожалуйста, мы с тобой в первом сезоне говорили, что между русскими и итальянцами много общего, особенно между людьми, которые живут на юге. Кто не знает, Краснодар это южный город недалеко от Черного моря. Сильно ли краснодарцы отличаются от итальянцев? Теплые люди. Люди очень теплые, ну, наверное, потому что солнце, конечно, повлияет на настроение людей. История, конечно, другая, да, и, конечно, ваша история влияет очень сильно на менталитет людей, на людей, на поведение. Но если что-то, я могу подтвердить то, что я год назад сказал, то есть есть ваши южные люди очень похожи на наши, потому что они готовы к тому, чтобы помочь. Они теплые, можно с ними разговаривать. отзывчивые, эмоциональные. Да, таксист, допустим, в Москве есть большая вероятность, что он будет молчать во время всей поездки. А тут в Краснодаре можно, как и полялякаться, можно поговорить, много заводить разговор, прямо как на юге Италии. На севере, например, Италии, мне кажется, что они более похожи на людей, живущих на севере России, немного более сдержанными. Так, хорошо, ну что, закинули интригу. Первый эпизод второго сезона. Продолжайте нас слушать, это только начало. Спасибо, Франческо. Пожалуйста, спасите ее, Мария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok